Здравствуйте дорогие друзья, гости, ну и конечно же подписчики моего канала, с вами Нестя Геналек. А сегодня мы рассмотрим Египет. Покажу вам самое необычное место, которое можно увидеть на нашей планете. Зовут это место Вади Аль-Хитан, ну более известное как Долина Китов. Это место, палеонтология, это самый удаленный участок в пустыне Египта, демонстрирует бесценную коллекцию окаменевших костей древних вымерших китов, которых называют археоцеты. И возраст, как нам ученые говорят, не менее 50 миллионов лет. Представляете, дорогие друзья, 50 миллионов лет, вот эти вот останки, скелеты пролежали в пустыне. Для меня, конечно, это непонятно, как такое может быть 50 миллионов. Тут за столетия кости исчезают, а там 50 миллионов лет. Есть свидетельства, что этот район был под водой примерно 40-50 миллионов лет назад. Ну, в те времена море Тетис располагалось к югу от современного Средиземного моря. Ну, а затем оно сдвинулось к северу, и за прошедшие годы накопился большой слой известковых и песчаных отложений, которые видны сейчас в скальных формированиях долины. В этих отложениях и найдены многочисленные окаменелые останки. Само изучение этого района проводилось в 1800-х годах, а первые скелеты нашли в 1830-х годах. Но их не собрали воедино из-за трудодоступности этих мест на тот момент. Изначально вообще считалось, что фрагменты этих костей принадлежат большим морским рептилиям древности. И лишь в 1902 году стало ясно, что это останки китов. До 1980-х годов это место не привлекало повышенного внимания из-за отдаленности. А в 1980-х годах интерес к долине китов возрос, так как автомобили полным приводом стали более доступны. А также, кроме ученых и путешественников, сюда потянулись и мародеры древних артефактов. И в результате многие кости и окаменелости разворовали. Вызвало возмущение в научных кругах. И в 1905 году долину китов внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А общая площадь заповедной зоны более 200 км в квадрате. Окаменелости здесь присутствуют в большом количестве, часто в отличной сохранности. А самым заметным являются скелеты, кости китов и морских коров. Изучено и описано несколько сотен артефактов. А всего же здесь насчитывается порядка 1500 ископаемых скелетов морских позвоночных. Среди них киты, морские коровы, трокодилы, древние рыбы, скаты, акулы, черепахи и множество других животных. В частности, можно увидеть скелеты доисторической рыбы-пилы длиной 1,8 метра. А окаменелости китов от отдельных костей до целых скелетов. Для посетителей выставлено несколько частичных скелетов и два практически целых скелета кита. Эти скелеты обладают небольшими задними конечностями, которых нет у современных видов китов и мощным черепом зубами. Похоже на зубы хищных наземных млекопитающих. Ну а главная особенность этого места это то доказательство того, что в древности киты были наземенными животными. Даже странно представить, как они там по земле ходили. И долина стала важнейшим местом для иллюстрации одной из знаковых трансформаций в истории планеты, эволюции китов. Именно долина китов ярко отображает вид и особенности китов во время перехода их к морской жизни. В мире пока не найдены другие места с таким количеством и главное качеством подобных окаменелостей. Вот такие вот новости официальные. А мы давайте дальше ознакомимся с официальной точкой. Также останки показывают классическую обтекаемую форму тела современных китов. Но при этом мы видим определенные особенности строения черепа зубов, характерные для сухопутных животных. Самый большой найденный скелет был длиной 21 метр. И у него были развитые пятипалые ласты на передних конечностях и неожиданно задние ноги, которые до этого не находили у других видов древних китов. А вот так мог выглядеть археоцет, древний предок китов. Археоцеты были плотоядными. У некоторых скелетов обнаружены окаменевшие содержимое желудка. А это уже современный кит. Вот такая дорогие друзья, это официальная часть о этом месте. Ну а в следующем видеоролике я вам выскажу свою мысль по поводу этого места. Как появились оттуда киты. Почему вообще Африка превратилась в гигантскую пустыню. Как это произошло. Ну и все остальное. Это будет альтернативная моя версия. Есть конечно и другие версии возникновения китов и пустыни. Но у меня будет своя. Это будет во второй части. А на этом дорогие друзья, я хочу закончить этот ролик. И на этом все. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok